Прямо сейчас в Мажелисе рассматривают проект обновленного кодекса о недрах и недропользовании. Какие изменения ожидают эту сферу и как они повлияют на работу отечественных горнодобывающих предприятий. Об этом расскажет мой коллега Марк Брюшко. Он выходит сейчас на прямую связь со студией. Марк, добрый день. Рассказывайте, в чем особенность нового документа. Добрый день. Новшества кодекса, по мнению его разработчиков, во-первых, помогут быстрее восполнять минерально-сырьевую базу, а во-вторых, окажут позитивный эффект на экономический рост, так как станет гораздо удобнее и гораздо легче привлекать инвестиции за рубежа, привлекать инвесторов зарубежных. Так что же конкретно нам предлагает документ? Проект кодекса о недрах и недропользовании, во-первых, предлагает ввести систему подсчета запасов природных ископаемых по международным стандартам. Также в документе расписано внедрение так называемого австралийского метода, то есть передачи права на недропользование по принципу первой заявки. Кроме того, немаловажную роль здесь отвели и ответственности недропользователей. Это очень важно. Документ законопроекта разрабатывался по поручению главы государства, который президент озвучил в послании народу Казахстана, а также для того, чтобы воплощить в жизнь 74-й и 75-й шаги плана нации. Они как раз-таки предусматривают упрощение методов заключения контрактов на недропользование. Более подробно сейчас об этом документе нам расскажет Галина Баймуханова, секретарь комитета по вопросам экологии и природопользования мажориста парламента страны. Галина Александровна, еще раз добрый день. Расскажите, пожалуйста, о том, почему сейчас именно возникла необходимость принятия этого кодекса. Экономическое развитие страны требует серьезной минерально-сырьевой базы. И законодательство в недропользовании у нас самостоятельно развивается где-то более чем 25 даже лет. Вот. И первый закон был закон о недрах и переработке. То есть это неполноценный. Второй закон, который уже ввел рыночные принципы 96-го года в виде указа президента. Он объединил закон о нефти и закон о минеральных всех ресурсах. Вот. Настоящий кодекс – это новый уровень законодательства по недропользованию. Это более высокий уровень. И кодекс о недрах становится вровень с такими кодексами. О экологическом, о воде, налоговый кодекс, таможенный кодекс. То есть все сферы, которые формируют наш бюджет и экономику страны, они должны быть отражены в кодексе. Это более стабильное законодательство. Ну и такой долгий путь к кодексу обеспечен тем, что главный принцип – это чувствительная сфера. И каждая норма может повлечь за собой какие-то кризисные явления в индустриальной сфере. И поэтому здесь вот такое отношение было. Проверка практикой, переход на новый уровень связан с тем, что последние 10-15 лет прекратился приток инвестиций, особенно в геологическое изучение недр. Есть изучение государственное, которое финансируется из бюджета, а есть финансирование уже в виде инвесторов. И вот этот инвестиционный поток и вообще в недропользовании прекратился, особенно в изучении. Те месторождения, которые были открыты до момента 1995-1996 года, в настоящее время находятся в отработке. И многие месторождения уже отработаны, к сожалению. И вообще в мире начинается такой этап, когда невосполнимые минеральные ресурсы будут очень дорого стоить. И чтобы приглашать инвестора, ну, недра находится в собственности государства. Поэтому здесь наши приоритеты выстраиваются четко. Международные стандарты нам позволяют прозрачно видеть, как используются недра, и выходить на международные биржи для привлечения инвестиций. И торговать сырьем, и, ну, объектами под разработку. То же самое должна начать работать наша казахстанская биржа. Это тоже немаловажный фактор, когда все процессы внутри экономики будут саморегулироваться. Рыночные методы, они сразу не внедряются. Мы постепенно отходим от плановой экономики и подходим вот к свободному плаванию в мире. И это здорово. Большое спасибо, Галина Александровна. Прямо сейчас с нами была на связи Галина Баймаханова, секретарь комитета по вопросам экологии и природопользования Мажелиса парламента. Депутаты до сих пор продолжают бурно обсуждать законопроект кодекса. О дальнейшем рассмотрении, к чему они пришли, вы, телезрители, узнаете в наших следующих выпусках новостей. У меня к этой минуте все. Студия. Марк, благодарю. Это был Марк Брюшко на прямой связи из Мажелиса. Сегодня, напомню, там рассматривают проект обновленного кодекса о недрах и недропользовании.